вот у нас вьетнамцы доедают траву едят на матке вьетнамске все это психона подросли им всего поросятам там чтобы не сбрыхать одним месяца 3 одним месяца 4 ну еще как бы не очень большие про то тех что покрупнее можно уже и резать в принципе килограмм там 25 будет мясное килограмм 30 чуть больше вес сейчас особо нет кабачки уже в принципе доели едят все что на огороде осталось все что вырывается все что не надо подъедают но чудо хрень мохнатый стал шерстью так заросная на зима будет холодная дядя дядя подъем рек лентяй хотите хряка отдельно приходится держать потому что скачет по всем друг другу жизни не дают скачет друг подружки поэтому надо их как-то друг от дружки отделять иначе иначе дело не будет постоянные драки постоянные разборки когда живет отдельно то все нормально такие вьетнамцы вьетнамцы это конечно белые свиньи и по конечному результат и по промежуточному вот конечный результат этого свиноматка больше кстати не растет дошло там у нее я не знаю килограмм может 90 80 и больше не вырастает ну как бы шо сказать если там говорят можно их случать с этим с белыми свиньи то вроде как крупнее вырастает ну не знаю не пробовал покупал как вьетнамцы с носами вдавленными и хвосты прямые если хвост заворачивается как у свинки белый как у поросенка на картинках значит перевода если прямой хвост значит вьетнамец по поводу кормежки стараюсь они тратиться и кормлю чем попало ну видите они сейчас там помои все что остается там со стола очистки помои все это дается там раз в день вечером в обычное время ну там с огорода кабачки с огорода вот кукуруза была сожрали все стебли кукурузные имеется ввиду саму не качаная сам ну как силос эта фигня получается все это поели трава по возможности зерна практически не дает иногда там редком случае дожди прошли можно там всыпануть в общем это не белая свиня которую хочешь не хочешь приходится два раза в день кормить зерном они просто бегают там подбирают все что видят двух свиноматок и даже очень много одной бы хватало мне в принципе они плодовитые десяток там 8 10 поросят 10 и так много хватает бы нормально хватает мясо всего для внутренних так скажем пожрать вьетнамского мяса всегда хватает а белые уже это заработок я так себе мечтаю поросятами торговать на откорм можно оставлять к ним уже и условия другие постоянно нужно покупать бмвд постоянно зерно мало делать эти же более такие неприхотливые и где ты растут быстро получается месяц проходит с мамой они посидели маму сразу случаем мама 4 месяца ходит и потом до того как она поросится второй раз ее детей этих выбиваем уже не оставляем свежие появляются поэтому кормим их там 4-5 месяцев соответственно не за это время дорастает килограмм до 35 ну я не скажу что мясо прям очень много стоит ну килограмм 28-30 мясо есть ну как мясо все вместе ну тут получается сава практически нет оно все такое в принципе не вонючая оно не мылом никаким как рассказывает там оно как мыло у них ничего там у них мыло нету все у них нормально очень дешево в содержании в принципе при желании если есть возможность желание пойти нарвать какие-то травы посадить какого-то арбуза то вообще без проблем вырастают кашные арбузы съели утром до вечера никто не орет не лазит сидят все спокойно там бродит так что такие вьетнамцы подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите коменты всего доброго